здравствуйте вот пока ту батону такие новости оказывается это не код батон это код барсик который потерялся в ноябре на лапку ему делали операцию поэтому собственно наверно там таку ровные ровно так зажило в общем нашлась племянница хозяйки кота вот она в общем позвонила по телефону который мы оставляли вот она мелкая короче там двух слов связать не может в общем дала телефон тете собственно чей-то год позвонили тете пообщались с этой тетей спросили как что и почему почему кот оказался на улице километров пять-десять примерно от места где он живет она типа пускала его на самовыгул особо его и не искал никто ни объявления ничего никто не делал нигде ничего не печатал в общем пропал кот и пропал хер на него вот так вот это было пришлось на паузу поставить вот никто толком не искал естественно лечить его там никто тоже не собирается вот мой получается куратор с кем мы пристраивали кота поговорила по телефону с этой женщиной причем сама и позвонила в процессе разговора то начала что-то нервничать когда и вопрос задавали почему кот без лапы на улице оказался зимой с обожженным носом и так далее в общем она не ничего внятно сказать не могла в итоге крыши психа ночью ко мне пристали не хотите отдавать кота и не отдавать оставьте вы себе вот коту этому говорят это примерно восемь девять лет вот я решил все таки его себе оставить его вот отдавать его обратно но гарантий никаких нет что с ним там все будет хорошо скорее всего все повторится снова выкинуть на улицу потому что как бы вот у меня когда кошка пропадала я очень много времени сил и энергии потратил чтобы найти ее нашел это было очень непросто но она даже по сути сама меня нашла я ночью не спал все интернет-порталы по кошатникам облазил потому что мне было это нужно а тут люди ну как-то легкомысленно относятся поэтому ну и быстро так сдались за две минуты разговора сказали да нахер он нам не нужен оставляйте себе вот такая вот собственно история у ваши мысли по этому поводу можете написать комментарии я все комментарии читаю отмечаю как прочитанные вот некоторые отвечая на особо определенные вещи вот так что мы решили с куратора вместе да и вообще там несколько человек уже знакомых кто занимается пристроем животных кто собственно сам подниму поднимал бездомных животных все домой все в едином порыве говорят что ну и не хер им отдавать потому что ну сами понимаете что у кота сейчас нос еще больной то есть он до сих пор не дышит не дышит он у него не влажно он сухой может быть тоже из-за старости не знаю хронические заболевания непонятно в общем возможно из-за этого он дорогу домой найти не мог они же по запаху вроде как ориентируется а усы у него обгорелые то есть он окружающий мир никак не ощущает плюс нос вообще не дышал вот и он тут возле домом по час в ноябре потерялся он здесь два месяца жил возле этого дома никуда не уходил и так бы здесь и дальше бы и жил никто бы про него вообще не вспомнил если бы в интернете мы не выложили пост ну пост уже убрали написали что пристроен вот в общем такая история ладно в общем с ним все хорошо он дожидается меня когда я прихожу с работы при мне ходит по-взрослому в туалет по маленькому уж без меня справляется этот несколько наполнитель еще разный взял чтобы запаха меньше было силикогелевый там попробую еще глиняный сухой корм не уважает видимо скорее всего кормиль натуралкой потому что она сиски вам прям бурно реагирует а вот сухой корм вообще у него в тарелке лежит второй день у него не ест я купил еще заказал на зоне паштет брит будем пробовать его им кормить в общем ладно всем спасибо буду ждать ваших отзывов комментариев на этот счет обязательно прокомментируйте что вы по этому поводу думаете совсем постараюсь ознакомиться в общем с котом пока все нормально ветеринар обязательно сходим воскресенье посмотреть носик ладно всем пока